Мать твою, меня начальник убьет, я ее перевернул. Хорошо, офицер, пробежимся. Я заставил их бегать. У меня, судя по всему, террорист, он стреляет из автомобиля по полицейским, я не знаю, что мне делать, он сказал, что мне нельзя ехать ниже 40 миль в час. Невозможно построить маршрут до Скандинавии. Сар, я могу вам предложить путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. Хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина. Ты-то коп, себя-то видит, бля. Давай-давай, заберем, заберем его машину, ключи еще здесь, ключи здесь. Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хаккейда, и добро пожаловать на сервер Юди Роллплей. Сегодня мы снова возвращаемся за всеми нашего любимого персонажа, владельца довольно крупного канала, Кикикешку. Вот, и сегодня мы будем хорошо проводить время на нашем собственном балконе, и, в принципе, на этом все. Можете заканчивать смотреть это видео на этом моменте. Ну, я, конечно, шучу. Вот, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, и мы понемножечку начинаем хорошо проводить время. Знаете что, я был бы не против выпить пиво где-нибудь вот здесь, да. Это было бы прям, прям неплохо. Только, если бы нормальную анимацию проиграть, да. Там кто-то копается под пальмы, я не знаю, цветочки, наверное, сажает. Вот, музла, кстати, не хватает какого-нибудь. Даже не знаю какого. Пока еще не придумал. Ну вот. Но, в целом, вечер понемногу неплохо начинается. Я вам так скажу. Может быть, мы чуть позже поедем в город, еще что-нибудь поделаем. Вот. Кстати, можем понаблюдать за нашим соседом. Я не знаю, что он делает постоянно. Но он постоянно что-то мутит во своем дворе. Вот. Ну, нам-то какое дело, по большому счету. У нас отличный вид, кстати, на сегодняшний закат. Прям очень хороший закат. Может быть, мы зацепим наших друзей, еще что-нибудь поделаем с ними. Постримим. Я, кстати, слышу где-то вертолет. Круто. Круто. Ладно, давайте включим музыку. Че мы поставим? Я даже не знаю, что поставить. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be on. Эй. Эй, молодой. Молодой. Потушу, нельзя. Нет, нельзя, старый. У меня хороший вечер. Я пытаюсь тут нормально время провести. Эй, малый, давай потешу. Сейчас копа вызову. Да все, все нормально. Я, я сейчас, я, я, да, я, да, мать твою. Обязательно так портить вечер? Да сидят со своих интернетов. Да какие интернеты, ну. Дед, успокойся, а. Все нормально. А хотя бы не сумею тогда. Мы сделаем чуть потише, потому что, блин, он какой-то агрессивный. Все, я сделал потише, а. С кем приходится жить, блин? Надо будет рассказать всем, чтобы его выселили к хренам. Ну я все слышу. Он все слышит. Ну и хорошо. Я не имею с этим никаких проблем. Так, какую еще какую-нибудь павсовую песню можно подрубить? Иди делай. О, мой бог. Пускайся поговорим. Нет, я не буду никуда спускаться. Успокойся, все нормально. Ублюдок, я кину мяч куда-нибудь в его сторону. Так вот. Ну смотри его меня. Он не видел этого. Он сидит со своих интернетов. В своей стриме. Потом вырастает жестокими, ублюдки малолетние. К черту. К черту просто. Эй, малый. Жить надоело. Просто домой, 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 домой. Эй, малой. Я просто выйду с другого балкона. Эй, ватафак. Я слышал, как что-то разбивалось. Блин, у меня там машина на первом этаже стоит. Ватафак. У меня машина здесь стоит. Эй, щенок. Эй, ты чё? Я чё? Это ты мячом еще раз. Я слышал, как ты стекло разбил где-то здесь. Ты видел, что ты наделал? Я что наделал? Ты знаешь, сколько стоит эта машина? В тот год. Не заходи, это моя территория. Отойди подальше. Ты видишь, что ты наделал? Кто будет платить теперь? А кто будет платить за мои испорченные нервы? Я не знаю, но пусть кто-нибудь другой заплатит. Мать твою. Я звоню копам. Звони, звони. Блюдок старый. Что ты там цякнул? А? Что там цякнул? Окей. Блин. Окей. 9-1-1. Перестань, мать твою! Я реально щас копам позвоню. Кто за стекло будет платить? Окей, это была последняя капля. Я включаю музыку на полную. Эй! Ты слышал? Я позвонил копам. Надеюсь, его пекут к чертям собачьим. Камон, ты тоже копнул? Да. А, блин. Мать твою. Ну ничего, щенок. Копы сейчас приедут. Да, да, посмотрим, посмотрим. Ну, я же соседям жить не мешаю. А ты? Давай последний. На всякий сделаю музыку потише, чтобы копы не особо злились. Потому что, блин, я хочу, чтобы они были на моей стороне. Этот ублюдок, блин, надоел. Я слышу, как они уже едут сюда. Окей. Вон кто-то пролежает. Эй, старый, ты видишь? Вон приехали копы. Сейчас тебя посадят, наконец-то. Офицер! Молчал бы, пиздец. Да, 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 слушаю. Я здесь. Че у него с руками? О, мой бог. Товарищ полицейский. Офицер! Вот этот старый, блин, мешает мне нормально проводить вечер. Он только что разбил стекло на моей машине своим бейсбольным мечом. Вы видите, вон они вокруг валяются везде. Да, сейчас мы разберемся. Спасибо. Господь. Этот малолетний хулиган включает музыку и мешает соседям вокруг. Ты слышишь сейчас музыку, я нет. Потому что ее выключил. Ну так сейчас-то ее нет, правильно? Этот малолетний хулиган включил музыку на полную. И мешал соседям. Что тут, блин, седан делает? Не могли бы его спросить, седан? Не, никуда не спускаешься. Он мне только что винтовкой в лицо светил. Я не знаю, блин, что делать вообще. У меня стрём. Спускайте, все будет хорошо. Здесь находится федералы. Спускайте. Ладно, я сейчас спущусь. Товарищ, не могли бы сказать вашу имя и фамилию? А, что, простите? Скажите, пожалуйста, свою имя и фамилию. Алло, вы меня слышите? Что? Скажите свое имя. Да, он слабо соображает. Горнел. Извините. А ваша фамилия какая? Отойти. Да, давайте. Отлично. Вы остатайтесь на месте, мы сейчас проверим. Прям злой, злой. Спрашивайте нам. Не могли бы описать, что как начали. Да, я просто хорошо проводил вечер. Я вышел на свой собственный балкон. Это сосед постоянно, блин, что-то делает в своем дворе. Я не знаю, у меня нет никаких с этим проблем, на самом деле. Но суть в том, что он просто начал злиться. Я не знаю, по какому поводу он начал, мол, говорить, типа, какого хрена ты тут включаешь музыку так громко, еще что-то. В общем, в итоге все дошло до того, что он пришел ко мне прям под двор и начал махать своим оружием. Я не знаю, это была какая-то старая винтовка. Я быстро спрятался, но потом он ее куда-то домой отнес или что-то в духе. Вот, в итоге он начал кидаться в меня бейсбольными шарами. И таким образом разбил стекло на моей машине. Вот, поэтому офицер, я прошу принять какие-либо меры, потому что это уже не первый год продолжается. Хорошо, ожидайте где-нибудь побольше, к вам еще обратятся. Я пока пойду, возьму другие показания. Да, я могу быть на своем балконе? Да, можете быть на своем балконе. Спасибо. У вас есть небольшие проблемы, у вас нет разрешения на шею. Уже, но свидетель говорит, что у вас была винтовка. У меня нет винтовки. У меня дома только... Это ложь, он врет. Да, конечно, вы можете переговорить. Я пока посмотрю... Мой сосед постоянно врет. Гордон. Просто Гордон. И у него есть мушки. Но теперь он сядет над долгой. Раньше надо было думать о последствиях того, что ты делаешь. Он меня начал грубить. Потом, когда я вернулся к себе, он начал кидать в бейсбольные мячики. Я потом закинул его обратно в бейсбольные мячики. Постоянно врет, постоянно врет он всем. И он разбил мне стекло в машине. Это ложь. Теперь он сядет надолго ел. Он просто взял кинул. Мой сосед постоянно врет. У меня оружия нет, офицер. Офицер, подождите. Мой сосед. У меня нет оружия. Дома у меня дробовик моего сына. Это тоже большая ложь. Дробовиком он постоянно махает на улице. Уезжай из города хреном, в Сэнди Шорс, таких, как ты, ждут. Уезжай отсюда хреном, в Сэнди Шорс, таким, как ты, будут только рады. Пистер, вы не могли бы пока немножечко потише быть, пока мы выясняем обстоятельства данного инцидента. Я у себя на участке. И у себя дома. Не могли бы вы спуститься? Никакого уважения. Ни к органам права в порядке, ни к пожилым людям. Мой сосед постоянно врет. Молодой человек, не могли бы вы спуститься? Что? На. Ну, это была неплохая песня. Щенок тупан. Вот так. Да чё, оскорблять, не оскорблять. Он оскорблять мою честь. Недостоинство. Заплатишь за окно, я могу про это даже всё забыть, честно, я тебе скажу, да? Но, блин, я хочу, чтобы он съехал, офицер. Может, сам среди шумник малолетний. Подождите, мне всё... Значит, вам будет выписан штраф за порчу личного имущества, и мы молодому человеку ничего предъявить не можем, так как музыку слушать разрешено до 11 вечера. Да, старый, ты это слышал? Вали в Сэнди Шарс. И прочитал. Ведите себя немного потише. Может, ты закроешься, щенок? Так, разошлись. Давайте без дарвова. Может, надо относиться к пожилым людям. Оба разошлись. Без полицейских ты не такой смелый. Про кто бы говорил. Также вам предусмотрен штраф за ношение оружия без... Нет у меня оружия офицера. Но, по словам вот этого гражданина, есть. Ну, хереть. То есть, я все вот эти молодые шваны... Вы серьёзно? Вали в Сэнди Шарс, там можно стрелять, блин, в кого угодно. Я всё это читал в интернете. Закройте его уже. Рецепт, пожалуйста, закройте ему рот. Молю. Закройте ему входную дверь, чтобы он больше никогда из дома не выходил и там сгнил медленно. Ну, всё, щенок. Ну, иди сюда. Тише, тише, тише. Остановитесь на месте, остановитесь. А вы перестаньте оскорблять, иначе я вам выпишу штраф за то, что вы... Да вы ему уже положено пару штрафов. Сейчас я вам выпишу штраф в размере тысячи долларов. Оплатите... Нахерно. Орока. Откуда у меня такие деньги? Товарищ офицер, я пожилой человек. What the fuck, эти NPC? У меня пенсия всего, а ты тысяча. Окей. Вернусь к себе на балкон. Я даже на машине перестал ездить, потому что мне пенсии не хватает, чтобы прожить. Мне вот сын немножко помогает. Врёшь? Я видел, как ты сегодня на ней ездил. Постоянно врёшь. Как вообще так можно жить? Всего доброго, до свидания. Вы можете быть свободны. Скоро... В скором времени оплатят дети штраф. Да пошёл. Всё. Сволочь. Они сидят со своих интернетом. В роли. Питарац. Ну что, старый, ты понял? Понял? Вали в Сэнди Шерст. Вали в Сэнди Шерст, я говорю. Офицер! 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 Блин. Что случилось опять? Он опять кинул в меня шар, как только вы сели в свою машину. Вот он лежит у меня на балконе здесь. Офицер! Я пытаюсь жить нормально, ну... Может, прекратите его, просто дразните, и всё, и тогда ничего не будет. Я им просто... Я им просто рассказываю, как себя вести. Там напротив тоже что-то происходит. Вы это рассказываете в очень грубой манере. Можете, пожалуйста, перестать? Иначе мне вас придётся посадить на сутки, чтобы вы усмирились, в конце концов. Вот лучше его усмирите. Лучше бы вы его посадили. Понял? Не провоцируйте. Переставайте возник... Возник... Возника... Пожалуйста, я уже устал. Можете, пожалуйста, перестать конфликтовать? Я уеду по своим делам. И больше, чтобы я не слышал никаких. Вас вызовут. Пожалуйста, мирно. Я просто умираю везде. Ты же это слышал, да? Я слышал. Там напротив тоже что-то происходит. Сейчас полетят мячики. В принципе, это ещё не конец. Это ещё не конец. Думаешь, думаешь... Все вас понимаю. Я Олега слышу почему-то. Почему? Блин, столько сценариев в одном месте. Прямо сейчас происходит. Какая-то типа уеду. Я её, как бы, не очень вроде бы громко включил. Я не могу план осуществить. Я просто услышал громкую музыку вот где-то в той части. Он рассказывает про то, что слышал громкую музыку у меня дома. Он, блин, уток. Просто... Высоцкий поёт. Молодой человек. Вот. Ору. Ну, ладно, я выключу музыку и мы разъедемся, ладно? Хорошо. Ну, можно потише, наконец. Прошёл. Ну, блин. Почему сон? Почему? Почему? Почему сон в небе? Блин, я пропел бы дальше, но там сложно. Там типа... Вот это, да? Так, чё ещё можно? Я просто, блин, у меня как-то песня заканчивается понемногу. Я не знаю, чё ещё можно напеть. Уверен, комментарии оценят моё пение на ноль, минус один из десяти где-нибудь, да. А, ну, блин. Банально, скилл это. Тот же Хейро. 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 Ну да закрою, с отыдом. Да закрою с отыдом, на конец. Дэн, 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 дэн. Ну, всё. баксов я не буду спускаться я на своем балконе мне здесь нормально че ты собрался делать мне стрёмно уже серьезно фотофак фотофак что ты делаешь эй эй что ты делаешь и что творишь ублюдок я звоню копам нам вякнул катись отсюда у тебя проблемы что ли стык не лезь сюда щенок не лезь если не хочешь получить я позвонил копам я воевал вьетнаме катись отсюда сейчас бил классические войны во вьетнаме вот она твою мать эй ты что ты что наделал блин я купил я с донатов какого хрена какого хрена нахера ты каких еще донатов чужое имущество да это не твое дело но офицер офицер сделал заберите его в тюрьму сейчас он взял лом разбал я не знал он просто разбил мою машину я не его что вот 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 этот человек все это видел он только чтобы он был напротив на той улице это все было этот грёбаный старинный разломал автомобиль вот это вот щенок пришел сбитый начал лупить в этой машине что тут происходит в конце концов офицер офицер да вы вы точно все помните вы все знали видите что произошло с моей машины такого в прошлый раз не было я стоял на балконе он сказал спустись я такой не буду спускаться потому что я на своем балконе в конце концов к тому же я не знаю что он будет делать и вообще собирается делать и поэтому я решил не спускаться я слышу стуки просто по железу до спускаюсь вниз и вижу как он просто бьет по моей машине вот-вот человек сзади был он напротив улицы все это видел может подтвердить блин посадите его уже наконец какого хрена вообще да наверное да давайте в порядке порядке очень дайте ваш номер я я наверно обращусь к вам попозже вот возьмите мою визитку да спасибо вы кстати очень вовремя это как-то несколько эти мои видели что это моя мастерская называется бенис старичина увидели я слышал что-то об этом да пожилой человек ладно пассивно за с учебой бегут я вот там подальше спускайся он ему ответил это подозрительно то что он такой пришел хопа я готов пищевую машину можно сейчас поставить желатого всего долю и то что они вместе с этим механиком типа я убежал сама машина я не знаю это собственно он и спорту же почему олега слышу блин до сих пор сейчас подожди офцер давайте подальше отойдем понял офицер конечно можете вы с нами проехать в участках на свои переговоры господь они громкие это было я вышел отсюда ну вот здесь кажется неплохо да офицер в чем собственно вопрос был можете пожалуйста рассказать что произошло в данной ситуации это уже не первый вызов за сегодня да я просто хорошо пытаюсь провести вечер и вот тот мой сосед короче уже не первый год да он ведет себя странно постоянно блин я не знаю в общем постоянно как-то пытается докопаться до чего-нибудь еще что не каверзное такое сделать на сегодня прям все вообще за рамки вышло да сначала он кинул блин мне бейсбольный мяч в стекло машины вот приехали полицейские вроде как выписали ему штраф но ему этого было мало он он теперь пришел блин раздолбил мне всю заднюю часть автомобиля ломом я я не знаю посадить его чё чё вообще тут разбираться я вас понял сосед который такой пожилой человек да 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 у него еще оранжевый грейнджер такой блин на каждый день копается что-то в своем участке и и постоянно блин как только я выхожу на балкон у меня какие-то проблемы в общем сажайте его я не знаю блин что делать в жизни мне нормальный нет даже как вызову на без наручника и вот этого заберите меня зовут логан пол нет сейчас секунду джейк логан да по-моему я не помню уже в общем джек разбираемся данной ситуации спасибо да не за что я надеюсь что вы хочет с ним что-то сделать потому что блин мои уговоры должны ничему не помогают осмотрим офицер уже его посадил машины тебя забрали что ли ладно надо сообщить что произошло спасибо офицера чем не с машины делать на механика это я думаю надо составить атаков для страхования не случаем я думаю вам все возместят хорошо хорошо мне вроде были бланки где-то я правда не знаю я ни разу аварии не был ладно спасибо офицер спасибо за то что приехали так быстро я уверен что машину бы еще сильнее разбил диод это наша работа обращайтесь парень не стоит да подожди пожалуйста можем с тем автомобилем решить все быстро у меня здесь товарищ один из банды которые я сейчас нахожусь работает в автомастерской я думаю если смогу договориться он тебе принципе за бесплатно твою заднюю часть сделает слушай звучит неплохо на самом деле слушай давай я сейчас только схожу наверх да возьму там я не знаю ключи хотя бы от машины потому что просто выбежал без ничего да и и я не знаю пока же где эта мастерская конечно просто за мной проследуешь окей да давай короче ко мне олег подошел сказал мол типа я из банда у меня есть друг который может сделать его машину почти бесплатно вот поэтому я поеду с ними а чай больше и на них уже бочку плечу хорош так окей я поеду с ним проедусь я не знаю посмотрим чё-чё-чё-чё вообще будет мне кажется меня убьют хрен и о мой бог ты о чем так полагаю что ты видел что с ней произошло сколько по времени примерно будет вообще поняла когда могу за и сколько это стоить вообще будет ну примерно через за два или три стоит а я же вам говорил это совсем бесплатно бесплатно да 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 в качестве несчастного случая по свет денег не потребует за это мне как бы тут деньги как поищу очень я понял хорошо хорошо звучит неплохо да ладно связи да знаешь был бы стойте стойте а вам больше ничего того как знаешь если можно было бы сделать еще круче я был бы только рад я не знаю как но она сделала я просто круче и у меня есть бабки короче это всего немного обойдется то где-то в долларов не знаю 150 где-то так обойдется у вас классные цены кстати мне нравится окей вы только открылись тебя домой да да если можно суши здорово то что прям такие люди которые готовы помочь всегда где-то неподалеку я уже не знал я во что верить в этом мире короче блин я не знаю что там происходит в мастерской добрых людей мне сказали то что ремонт будет бесплатно я сказал но типа потом меня спросили типа может что-то еще такой сделай просто машину покруче он такой это будет стоить 150 долларов я такой у вас классные цены я чувствую меня машину просто украдут к хренам собачьим блин еще раз друг короче ты можешь здесь полистать посмотреть показать мне где находится твой дом просто я немножечко забыл его а да щас щас секунд на 6046 где-то там ну по крайней мере насколько я помню в общем да а почему цены то такие маленькие я же попросил машин покруче сделать и не похуже типа 150 долларов это как-то даже смешно я не знаю так просто этого человека его трафик в этой игре а чем-то вообще занимаетесь блин он меня везет в темный переулок я не знаю что делать барыжу всякой всячиной понял секунду наверно на навигатор посмотрю какой-то темный переулок я так скажу не очень комфортно себя тут чувство да нет ничего страшного я тебя не хочу красить ничего такого ну ну ладно я просто много бандах слышу я на самом деле типа особо на улице не ошибаюсь так в интернетах основном ты собственно в интернете кто кикешка меня зовут вот если там не знаю ну вряд ли это слышу правда слушай мне только сейчас сообщение пришло кстати от механика он сказал что тачка готова мы даже отъехать то не успели наверно руки золотые у человека вообще капец вот так делать потому что по-другому они как кей нормально проехали спасибо ну да эй а чтоб прям правда готова ё слушай круто и это все на 150 долларов нормально сейчас сейчас у меня в кошельке они есть блин здорово слушай я я всем друзьям расскажу я может подписчикам на канале расскажу слушай а давай мы сделаем это за бесплатно да а я расскажу подписчикам на канале у меня много кстати так чувак мне нужно за это блин ну я не знаю честно говоря господи 150 сейчас в это фак кому он ну ладно смотри если тебя нужно будет реклама то обращайся вот вот деньги спасибо большое прикольный тонер кстати и диски покрасили спасибо пожалуйста заезжайте еще вам что-то тоже нужно блин правда номера поменялись я не знаю да нет просто это ты-ты-ты-ты-ты же в банде балла состоишь правильно ведь нет так чего у нас там я не помню блин а в модификациях точно то блин меня еще остановят за дебильный знак сзади окей время ехать домой 150 долларов это неплохо прям ну ты носишь фиолетовую кепку и она звучать стало как-то по-другому охренительно там парень вербовал в банду балласов типа ну ты носишь фиолетовую кепку почему ты не с нами классикой ууу эм а че случилось то что случилось произошло горю но с ним то все в порядке или нет не знаю мне не отвечает я пытаюсь его как создание боюсь что надо его срочно скоро ввести блин блин окей не здорово окей не могу сказать что я очень грустный типа но впилился и впилился надеюсь что с ним все нормально будет странно странно окей я не знаю как это все так быстро произошло типа только что он был здесь и теперь его нет да не здорово не здорово ууу эй чакули я не думал что вы так рано придете ну окей а я сделаю музыку тогда погромче то они не очень общительны мать его и знаете что я съезжу наверное еще за чем-нибудь для нас выпить его ок теперь когда соседа нет теперь можно и нормальная ночь провести в конце концов окей поехали тогда за чем-нибудь алкогольным блин я не знаю что там произошло с соседом то собственно уууууу ууууууууууууу я не привык к своей новой машине Совсем Окей О, чёрт О, чёрт Я не уверен, что О, мать твою Мать твою О, я всех копов собрал Зашибись, блин, съездил за пивом А, блин Так, ладно, мы доведём их всё-таки До конечной точки, до пива Потому что Потому что, блин, сосед Видимо, у-у-у, мой бог Просто мёртв, просто мёртв Надо поменьше назад смотреть Окей Мать твою Ладно, окей, как-нибудь разберёмся Здесь налево, по-моему Блин, стряхнуть бы их как-нибудь С своего хвоста Я правда не знаю, как Как Я просто уехал, блин, и собрал всех копов Он видел, как я проехал на красный Потом ещё мимо одного копа И как-то так всё это дело и сложилось Знаете чё, мы поедем в бар Вот чё Я всё придумал Поедем в бар, потому что я забыл, где здесь ближайший вообще магазин с алкоголем Или чем-то таким А ещё, мне кажется, я их понемногу теряю Что найс Окей Так По-моему, она дальше там, по улице Я не знаю, как я их потерял вообще Но, по-моему, они где-то там вдалеке виднеются Блин, на какой-то из этих улиц была текилала И вот там Мать твою Йо, братан Братан Братан, не злись Слушай, слушай Я всё исправлю Я всё правда исправлю Да, слушай, я просто за пивом ехал, ладно? Просто ехать за пивом Не надо кулаками размахивать, да? Это никому на пользу не пойдёт, на самом деле Ты понимаешь? Никому не пойдёт на пользу То есть, вот, ну, совсем Не надо Всё нормально Давай просто мы полюбовно возьмём и разъедемся И всё будет нормально Всё, давай Сэр, пожалуйста, выйдите из машины Сэр Сэр А, блин Окей Если у кого-то сейчас появились вопросы Почему Петя одновременно и медик, и полицейский Да потому что мы записываем поздно И уже просто медиков нет На сервере Да Как будто они постоянно у нас есть Но, тем не менее Я вот здесь попробую направо повернуть Блин, я пытаюсь найти такие ла-ла Потому что она где-то неподалёко была Насколько я помню За мной, походу, блин, весь город уже е... О, мать твою Я вот здесь разворот не в ту сторону поехал Окей Я слышу сирены сзади, слышу сирены справа, слышу сирены спереди Вот эти все хорошие сирены, они прям, да... Ну, устроим хорошую погоню напоследок Под конец дня, в конце концов Да, а то ребятам, наверное, скучно там в полицейском департаменте И поэтому мы с вами... Знаете, что я ищу от первого лица? Мне что-то прямо в последнее время нравится играть от первого лица Поэтому сейчас мы это сделаем от первого лица И да, это выглядит очень круто Окей А, по-моему, таки ла-ла где-то вот здесь по этой улице Только я ехал там, а она здесь Вот в чём суть Как-то моя машина дико быстро едет после Бенниса Они меня так быстро потеряют Не хорошо Здесь или чуть повыше, я не помню У-у-у У-у-у-у-у А, понемногу напоминает фильм Такси Где там все друг в другу впиливались в тот самый момент Но этот коп прям со мной держится хорошо А вот она, нашёл У-у-у, мать твою Надо певать Так, поднимите руку быстрее быстрее если я добегу до таки лала то я я выиграл автоматически вот эти вот эта дверь да окей санитайзером провода мне значит сэр поднимите руки быстро ну это я могу зачем в общем да на чем мне мне мартини значит сбалтывать но не смешно пить мартини не надо ему ничего в общем пройдите с нами в машина да зачем управление транспортом не трезвым состоянии остановки на сигнал полиции вот чёрт звучит как у как много букв все равно вы вообще в адеквате скажите в обзоре споткнулся ничего страшного и так бывает нормально я просто меня там меня там девочки ждут девочки не будут вас больше дать не они мне ждут меня сосед сегодня умер мы празднуем сэр пройдите в машину это могу видите участок визит его счастье окей окей но это было весело чем могу сказать мой твой не надо ему мартини классика просто классика окей друзья если вам понравился этот эпизод обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы вдруг еще не подписаны помимо этого если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего ролплей сообщества то первая ссылка в описании urp.live подаете заявку но сначала регистрируйтесь да и считайте что вы уже на сервере достаточно просто зарегистрироваться подать заявку я не понимаю что сложно что ли давайте сделаем классный сервер нас и так довольно много вот но это уже поздний вечер да вы не смотрите там что список игроков не такой большой но это уже поздний вечер поэтому да все равно на сервере с каждым днем все веселее и веселее поэтому втягиваетесь до отыгрывать классный ролплей делать классный ролплей ситуации или будьте полицейским например да и работайте по протоколам в общем в любом случае выбирать вам вы были задержаны уже один день я не знаю ты говоришь в общем друзья еще раз спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро пока пока